Самарский район. Второй час ночи. По ту сторону двери веселье в разгаре. В зал входят наркополицейские, прокуратура и сотрудники МВД. По данным силовиков, в этом клубе торгуют наркотиками. Чтобы установить причастных, проверяют персонал и посетителей. Большинству это не нравится, но сопротивляться не рискуют. Во втором заведении не настолько многолюдно, но подозрения у силовиков вызвали четыре человека, в их числе две девушки, все из персонала клуба. Как показала экспертиза, у одной из двух задержанных в крови обнаружены следы марихуаны. Вторая от освидетельствования отказалась, теперь их ждет штраф. А руководство клуба рискует лишиться лицензии. В отношении руководства данного ночного клуба прокуратура области будет вынесено представление об устранении нарушений. В случае, если правоохранителями будут обнаружены повторные нарушения, будет ставиться вопрос о лишении лицензии. В Самаре прошла коллегия областного управления МВД. Главный вопрос – итоги работы за девять месяцев. Традиционно те, кто особо отличился, были награждены. После чего уже за закрытыми дверями глава ведомства спросил с подчиненных по всей строгости. Главная установка на повышение эффективности работы. Перед началом заседания генерал поделился сведениями по ряду громких дел, в том числе по убийству Олега Дергилева. Как известно, один из подозреваемых уже задержан. Собраны доказательства и идет поиск остальных фигурантов дела. 130 преступлений за сутки. Больше всего краж, мошенничеств и фактов незаконного оборота наркотиков. Кроме того, не обошлось без убийств. В Тольятти полицейские задержали двоих мужчин. По версии силовиков, они похитили вазовскую приору, припаркованную во дворе дома. Офицеры полиции установили личности предполагаемых злоумышленников, местных жителей 1977 и 1989 годов рождения. Младший из задержанных ранее уже трижды привлекался к ответственности за совершение угона, кражи и мошенничества. В настоящее время оба подозреваемых находятся под стражей. Транспортное средство найдено и вскоре будет возвращено законному владельцу. Сейчас идет следствие. Задержанные уже дают показания. Если их докажут, мужчинам грозит до шести лет лишения свободы. За сутки в области пять пожаров. Все в жилом секторе. Два человека погибло. В Кировском районе Самары горела квартира. Вызов на пульт дежурного поступил в шестом часу утра. Вместо пожара прибыли 18 человек личного состава, 5 единиц основной и специальной пожарной техники. При проведении работ по ликвидации пожара были обнаружены в телах двух человек, мужчины и женщины. Было эвакуировано 20 человек. Пожар локализован в 6 часов 17 минут, ликвидирован в 6 часов 21 минуту. Причины гибели людей, возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.